всем привет друзья вы смотрите видео на канале андроиде щи ревьюз и сегодня к нам на обзор попал второй смартфет от компании samsung galaxy note 2 для начала предлагаю перейти к его содержимого коробки то есть комплектации открываем коробку внутри мы выйдем сам аппарат достаем его пока у нас складываем сторону далее в коробке находятся инструкции различные samsung то есть макулатура всякие вкладочки руководство пользователя краткая далее мы находим зарядку с выходом usb 2.0 чтобы сразу подключать к компьютеру для этого у нас идет отдельно шнур micro usb и на usb 2.0 стандартно для андроидов также имеются наушники вакуумные и для них различные насадки вот так вот выглядит содержимое коробки далее перейдем к самому аппарату предлагаю перейти к внешнему виду спереди у нас располагается дисплей с диагональю 5 и 5 дюйма также здесь находится кнопка домой механическая и сейчас они их не видно но здесь кнопка назад и настройка также спереди у нас находится логотип samsung разговорный динамик датчики приближения освещенности и фронтальная камера спереди также у нас покрыто все gorilla gloss 2 который защищает от царапин и частично от ударов далее правом торец у нас только одна клавиша разблокировки и включения на левом торце качелька громкости сверху у нас располагается три с половиной миллиметровый джек для подключения наушников и микрофон на нижнем танце у нас micro usb теперь расскажу о дисплее как я уже сказал диагональ его составляет 5 и 5 дюймов разрешение 1280 720 пикселей соотношением сторон 16 к 9 то есть теперь смотреть фильмы на втором поколении но это намного удобнее матрица здесь установлена супер амолед что дает нам насыщенные цвета и очень яркую картинку для этого я продемонстрирую картинки из галереи как вы видите цвета очень насыщены как я уже сказал и все выглядит очень хорошо матрица хочу заметить не без пентайла хотя у galaxy s3 стоит такая же матрица но там есть пентайл здесь повторюсь медем к аппаратной части здесь установлен 4 ядерный процессор exynos 4412 с частотой 1.6 гигагерц то есть тот же самый процессор что в galaxy s3 только разогнаны до чисто высшей частоты android здесь установлен версии 41 джели бин и оболочка сверху touch виз стандартная для samsung устройств теперь запустим тесты производительности квадрант здесь девайс набрал 6167 очков самый высокий результат теста далее посмотрим тест antutu здесь тест набрал 17 635 откроем общий список посмотрим ну одно из лидирующих устройств видите здесь установлен в виде ускоритель кстати мали 400 в samsung часто устанавливает их свои устройства довольно таки у него большая история то есть в galaxy s2 даже был мали 400 установлен видите что здесь обгоняет lg nexus optimus g потому что у них 3d графика как вы можете увидеть да это 3d графика намного выше чем умали 400 так как там стоит виде ускорителя adreno 320 он мощнее мали но тем не менее видите аппарат довольно-таки мощный и сейчас он как бы конкурирует с другими флагманами далее на на марк 2 запустим тест здесь у нас результат 55 целых девять десятых fps посмотрим также результаты общие опять же одно из лидирующих устройств я грана из лидирующих потому что здесь не показано некоторые устройства например мы есть раку не от и по 510 набирать 59 fps но он просто здесь не показывается так ну и далее я думаю есть смысл запустить одну из самых мощных игр рынка это спит most wanted и посмотреть как она идет и все ли эффекты присутствует в игре пока она запускается я вам коротко расскажу о камере здесь установлено сенсор на 8 мегапикселей сзади и фронтальная камера на 1,9 мегапикселя пишет передняя камера фронтальной 720 пикселей 820p видео а задняя камера full hd то есть 1920 на 1080p снимки получаются где-то на уровне galaxy s3 но может быть чуть-чуть получше и заметно лучше чем у первого поколения нот то есть galaxy note 1 вот сейчас у нас загружается игра так хочу вас обратить внимание ведь как быстро она загрузилась вот сама игра вы видите эффект у нас все я определяю по блюру который по экрану с боков вот так вот выглядит все все идет плавно так нет у нас какое-то приложение обновился вот игра кстати сейчас сразу кучу на полную динамику посмотрите как динамик он мне кажется довольно таки громкий после моего htc sensation вот так идет игра напомню это не то спит most wanted для мобильных плат далее я расскажу об аппаратных фишках samsung galaxy note 2 не зря же здесь все таки установлен стилус точнее не стилус а samsung просит называть его пером давайте начнем наверное сначала с мультиоконного режима это такая функция которая доступна только в оболочке touch with для того чтобы использовать ее нужно нажать кнопку назад и подержать открывается вот такой вот окошечко где вы можете выбрать приложение которые возможны работать мультиоконном режиме пока их не очень много но тем не менее дальше производитель обещает их увеличивать число каждый месяц или несколько месяцев они не уточнили так давайте например откроем с not приложение первое мы выбираем просто она открывается и второе мы откроем total commander вот чтобы открыть нужно взять и перенести в какую-либо в верхнюю или в нижнюю часть экрана вот и далее чтобы управлять обоими приложениями вы можете и они работают одновременно то есть и вы можете выбирать какую область экрана занять каким приложением то есть вот допустим сейчас мы с not сделали на большую часть экрана теперь сделали total commander вот так вот выглядит это довольно интересная фишка то есть если вы хотите допустим смотреть видео одновременно отвечать кому-то на электронную почту вы можете воспользоваться этой функцией далее здесь есть такие же чтобы вот эту штучку убрать чтобы мультиоконный режим пропал вам нужно также нажать и подержать кнопку назад для того чтобы у вас быстро получить доступ к функциям основным функциям с ноты там и всем что задействует перо вы должны достать перышко и у вас автоматически откроется экран где вы сразу можете создать заметку ну допустим откроем вот эту вот заметка стандартная она уже была создана вот и здесь мы уже можем писать текст либо вводить также здесь есть функция записи то есть вы допустим что-то рисуете и потом можете посмотреть как вы это делали то есть чтобы не забыть допустим какой-то чертеж стилус сразу скажу изменился по сравнению с первым нотам он стал намного четче распознавать касания то есть не как в galaxy первом ноте было там несколько всего касаний здесь уже около тысячи или даже 200 не изменяет память касаний то есть вот можно начертить тоненькую линию а можно сильно нажать и вот он будет чертить это то есть стилус здесь уже намного лучше по сравнению с первым нотом стал далее конечно здесь есть все эти программы как и в первом носе то есть с ноты с планер там и тому подобное далее здесь есть такие же функции как и в galaxy s3 то есть функция того когда вы смотрите на дисплей он я ну то есть яркость включена когда вы перестаете смотри дисплей яркость падает и чтобы не тратить заряд энергосбережения режим отдельный как в galaxy s3 тоже по сути аппарат как бы является продолжением как бы galaxy s3 только здесь более мощный процессор и фишки в стилуса все присутствуют и как бы они решили все фишки galaxy s3 сюда же перенести и так же на дисплее можно выводить как я уже сказал здесь будет включайте режим отслеживания глаза и он будет следить когда вы смотрите на него и соответственно делать яркость если вы перестаете на него смотреть он будет выключать экран что же еще рассказать в принципе здесь есть еще настройки spn отдельные вот можете здесь все настраивать как вам угодно параметры разработчика так и важная тоже функция такого как бы большого смартфона с диагональю 5 5 дюйма управление одной рукой здесь вы можете поставить дополнительные функции к разным личным приложением вот допустим и ставим калькулятор галочку и переходим в это приложение сейчас мы его только найдем так вот она калькулятор откроем вы видите у вас теперь появляется чтобы вводить числа с правой стороны то есть если вы лежите налево то есть если вы левша то вам вот с этой стороны либо вы хотите просто в левой руке его держать вот и состояние становится меньше сейчас продемонстрирую если вы отключаете эту функцию управление одной рукой калькулятор вот убираете галочку также заходите опять калькулятор видите он становится большим вот так то же самое можно сделать и с набором набором номера чтобы было удобнее допустим звонить когда вы идете допустим по улице вот так вот это выглядит все ну что теперь я думаю стоит подвести итог и определить стоит ли вам менять 1 galaxy note на второе поколение если вы пользуетесь своим телефоном ну и смартфоном соответственно в полных целях то есть вы и звоните по нему и пользуетесь интернетом и приложениями то соответственно лучше конечно выбрать второе поколение нот потому что он стал немного уже первого и за счет этого он лучше лежит в руке и пользоваться одной рукой все таки более комфортно подносить его куху во время разговора более удобно если же вы используете galaxy note как просто мультимедийное устройство для приложений для каких-то функций к допустим камеры либо для создания заметок то в принципе разницы никакой то есть galaxy note 1 вам тоже подойдет соответственно упадет выбор сразу в цену цена galaxy note 2 официальная в россии до около 25 тысяч galaxy note 1 где-то в районе 16-20 тысяч от зависимости от места жительства соответственно конечно пользователю и обычному покупателю будет выгоднее купить первый нот и он обратит внимание конечно большую на цену но если вам нужен аппарат конечно мощный чтобы шли все приложения и игры мощные быстро без каких-то лагов и других проблем то galaxy note 2 отличное решение в целом я пользовался этим аппаратом около недели изучал его и мне он очень даже понравился если бы конечно цена у него была поменьше то об устройство было бы очень популярным хотя популярность него и так очень высокая ну это было все что я вам хотел рассказать сегодня подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх комментируйте понравился вам обзор или нет может быть какие то есть у вас замечания пишите об этом в комментариях всем спасибо пока пока